Явно же, что недобрый служащему, противоположный этому выпадает жребий. Почему прошу вас, исполняй каждый добросовестно вверенное ему послушание, и тем прославляй Бога и стяживай свое спасение. Эконом, экономски удовлетворяй телесные потребы, давая каждому подобающее не по лицеприятии, не по пристрастии, делай что-либо, но все по благорасположению и братской любви. «Киларь, смотри, как удавлять братство пищей, делая свое дело искренно, с одним желанием упокоить их, и в Киларе ничего не держа попорченного. Повар, блюди совесть в варенье пищи и в приправе ее, как бы самому Богу принося служение свое. Трапезарь, содержи чистую трапезу и все потребные в ней сосуды, служа братьям, как Господу. Так же пусть действуют и другие в своих им послушаниях. Говорю же это не за тем, чтобы одних из вас восстановить против других, но чтоб каждый, в чем призван, тем и старался удовлетворить своему долгу, служить другим, имея перед умными очами своими Бога, от Которого им с до воздаяния все ожидать надлежит. И мне, смиренному, разве не верено свое домостроение? Да и еще самое большее. Итак, как на мне лежит пищись и бдеть о душах ваших, умолять и вразумлять каждого, и наедине, и общее со всеми возвещать вам правду Божию и грядущий меч, так и вам без лености следует исполнять свои послушания. И будем таким образом одно тело и один дух, как и призваны в едином уповании звания нашего, друг друга любя, как члены одни относительно других, друг друга терпя, друг о друге заботясь, друг друга тяготы нося, «Чтобы во время исхода поздно не пожалеть о напрасно потраченном времени в нерадении. Но да будем всегда добре приготовлены к этому исходу и искренне, благонадежны, пришедши от сели с доброй совестью, улучить Царствие Небесное». 264. «Ненадолго я отлучался от вас, но, воротившись, нашел среди вас бесчиние, о котором нахожу нужным объявить всем. И такое обещание, как некие руки простерши, схватили друг друга неистово с гневом и криком. Что касается до одного из них, это не совсем странно, потому что он еще мирянин и не принят в число братства. Что же касается до другого, то это крайне странно, потому что он сделал это, будучи уже монахом, который должен быть распявшимся миру и плоть иметь, пригвожденной ко кресту. «Как же это ты, брат, сошел со креста? Как, освободясь от гвоздей, возложил руки свои по-иудейски на Христа Иисуса? Ибо он сам сказал, сотворивши одному из братьев сих меньших моих, «Мне сделал!» «И ты не убоялся от лица сказавшего это? Не устыдился ангела, хранителя жизни твоей? Не устрашился смотрящих на тебя братьев и сторонних лиц? Так да просветится свет ваш пред человеками, чтобы люди видели добрые дела ваши и прославляли отца вашего небесного, заповедовал Господь. «Тебя же твое худое дело таким напротив покрыло мраком, что тобой имя Божие похулилось!» «Увы мне, грешному, на какую высоту жизни позваны мы и куда ни зверли, срамничая подобно злонравным мирянам! Ты говоришь, что тот начал брань!» «А разве ты не слыхал, как кротко сказал Господь слуги ударящему его в ланиту? «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если сказал хорошо, что ты бьешь меня?» «Я опять на кресте, отче, простим, ибо не знают, что худо творят!» «Ведая это, тебе должно было и когда укоряют благословлять, и когда бьют молиться о них, и когда хулят молчать!» «Ты же, не подражая благому, чьим подражателем сделался?» «Смотри, какова заповедь, заповеданная апостолом! Всякая горесть и гнев и ярость, и клич и хула да возьмется от вас со всякой злобою! А вы дошли до рукопашной, дрались за волосы, друг друга душили!» «Так презрен закон Божий! Суй-ка, ваш серебро кует!» Говоря пророческим словом, Ереме 6, 29. «Напрасно и я, смиренный, тружу из-за утомления! Впрочем, и при этом я не перестану делать свое дело, тем более, что иной раз имею много внимательных слушателей!» «Но где же причина такого бесчестия?» «Ибо должно не обличить только грех, но указать и врачевство!» «Злая совесть изобрела эту злую новость, гордостное о себе мудрование, злого сердца замысел!» «Если он мне скажет то-то, — говорит сердце своем задорно, — я отвечу ему вот что!» «Если он мне хватит так-то, я сплочу ему тем же!» «Потом, когда случится раздражение по какому-либо поводу, тогда что гадали сокровенности, выносим мы и наружу!» «Ибо не ложен, — сказавши, — от избытка сердца, — говорят устах, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а лукавый человек от лукавого сокровища выносит лукавое. Сделаем же сердце наше сокровищем благих преднамерений, и тогда не только не изнесем мы ничего лукавого и не станем драться, но и если кто ударит вас в десную ланиту, мы обратим к нему и другую. И чтобы другое не случилось, поступим по евангельской заповеди, и для чего вам умирать, дом Израилев, прилично здесь сказать и нам. Напрасно день изо дня попусту и напрасно проживаем жизнь свою в пищах и винопитиях, знатоками являясь, а в делании заповедей Божьих, заповедей, бывая невеждами, не лучше ли будет укрепиться нам в себе, чтоб вперед не огорчаться, не серчать, не ериться и не кричать, отчего как некие стрелы вырываются оскорбительные слова, а то и этого еще что-нибудь худшее. Все завещеваю вам перед Богом, оживляющим всяческое, и Христом и Иисусом, свидетельствовавшим при понтийском Пилате доброе исповедание, соблюсти вам заповедь нескверну и не зазорну, чтобы не принудить меня подвергнуть вас тягчайшим эпитемиям, но чтоб более действуя всегда и во всем благообразно и почину, и меня грешного успокоить, и Богу благоугодить, и вечных благ сподобиться. 265. Ни я не должен чувствовать насыщение спасительными беседованиями, ни выдуши полезным слушанием, но оба мы того и другого должны иметь ненасытимое вожделение, как жаждущее подчерпнуть воды, и это есть признак преуспеяния, условий и действия спасения, 276. Ибо слова путеводят к делам, добрые к добрым, и противные тому к противным, поскольку же мы желаем делать доброе, то должны пользоваться добрыми поучениями и благими собеседованиями, чтобы не погрешить в должном. 287. Этому самому научая апостол вот что говорит, «Всякое слово гнилое да не исходит из уст ваших, но только что есть доброе к назиданию и вере, да даст благодать слушающим, и не оскорбяйте Духа Святого Божия, о котором вы запечатлены в день искупления, и далее всякая горесть и гнев и ярость, и крик, и хула, да возьмется от вас со всякой злобой. Бывайте же друг другу добры, милосердны, сострадательны, прощая друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Видите, что заповедует он? Какова точность в определении заповеди? Вот что у него говорится еще строже в другом месте. Те, которые христовы распяли плоть со страстями и похотями. Те, как бы неподвижными пребывают к греховным действованиям. Если же это так, то рассуди, какого осуждения достойны подравшиеся наши. Они не только побронились, но и руки возложили друг на друга. И ты, мирянин еще, только причисленный к нам, простираешь руки на монашествующего. А ты, монах, дерзаешь палкой бить, приготовляемого к обетам послушания. Нет, ты уже не монах, а мономах, единоборец. Не аскет, а разбойник, не сын мира, а чада гнева. Не отбранных ли слов пошли удары? За ударами же не следует ли иной раз смертоубийство? Почему поступившие так подвержены будут подобающей эпидемии, чтобы не дошли до чего худшего? Вы же возлюбленные, как ученики кроткого и миротворного владыки. Кротко и мирно между собой живите. Мир имейте и святость со всеми, без которых никто не увидит Господа. Устыждайтесь владычного тела и крови, которых приобщаться сподобляемся. Душа, приемлющая причистые дары, не должна допускать в себе смятения, неистовства и неуместных пожеланий. Уста, черпящие из бессмертного источника, не должны произносить нечистых смрадных слов. Очи, освященные честной кровью, не должны смотреть зверски и позволять впечатлеться в себе блудническим видом. Рука, принимающая божественное сокровище, не должна касаться ничего неподобающего. Но и все члены, как члены Христова, должны быть содержимы и блюдом и в чистоте. Конечно, и всякая добродетель велика и вожделенна, но не столько, сколько девство. Девство первейшего сияло в раю, прежде чем змей обманул прародителей своими софизмами. Девство сподобилось быть матерью Христа. Девство людей соделывает ангелами. Девство возводит мир к нетлению. При этом спросит кто, Как же нам стяжать него? Как иначе, как небесчисленными трудами и потами. Ибо где предлежит великое дело, там должно быть и тщание великое, и труды немалых. Как меч острый добрый рубит нападающих, так и душа в страхе Божьем. Как в огне выкованная, и слезной воде закаленная, должна рубить демонские помыслы, ловя их как добычу. Если затупится, опять надо оттачивать ее, чтобы побивало не тысячами, а тьмами, как поется о Давиде. Потому что много борющих нас высоты. Салом 55.3 И бесчисленные духи злобы против нас воинствующие, сопротивление которым до конца показывает истинного воина Христова и соделывает его венциносцем. Буде же, милости Божией, согрешившим прощение, вам же добре текущим усиление рвение, чтобы еще и еще совершать всякую заповедь Божию и зато улучить Царствие Небесное. 266. Нерадивые и обеспечившиеся почитают грехом самым дело совершать беззаконие, как-то прелюбодеяние, блуд, студодеяние, нечистоту и всякое другое дело злое, против которых и закон тяжел. Но ревностный, желающий во всей точности сообразоваться с заповедями, не считает неповинными и неподобных мечтаний мысленных, от которых происходит в теле неподребное движение и всячески старается и это все уничтожить в себе и пребывать в покое от пагубных страстей, что и есть мир иметь к Богу через Господа нашего Иисуса Христа, так, как говорит апостол, в котором, установившись, душа радуется радости великой и услаждается сладостью ненасытимою, любя входить в помышления о Боге и углубляться в созерцание неизреченных его величий, до забвения себя самой. Когда же случится ей выйти из такого состояния и быть тронутой бессловесными похотениями? Тогда она возмущается и волнуется, как корабль, бедствующий от взволновавшегося моря. И если Господь не придет на помощь, бывает в опасности потерпеть и кораблекрушение. Поэтому внимать надлежит, не позволяя порочным помыслам замедлять в нас, но тотчас с корнем исторгая их. Ибо если змей найдет место проникнуть внутрь и мало-помалу протесниться туда, то уже не отстанет, пока не породит смерти. Почему Писание говорит, что змей будет блести пету человека, то есть конец действия, а человек будет блести главу змея, то есть первое вержение в душу помысла греховного. Будем же стоять доблестно против прирожения помыслов, уничтожая их, прежде возгорения от них похоти, и тем пресекая сланое море греха, чтобы и нам можно было говорить с святым Давидом, «Прошли сквозь огонь и воду и вывел нас в покой». Впрочем, не это одна страсть, то есть похоть, возмущает и изменяет душу, но еще более гнев, ибо говорится, «Сметейся от ярости, око мое!» Еще ярость их по подобию змеи, еще ярость в недре безумных почиит, Ихлися с ним 10. «Наконец, устремление ярости падение ему» Террахов 1.22. Отчего же рождается такая страсть? От горделивого о себе и презрительного о других мудрования, думающего о себе быть чем-то, высищегося над низшим, поскольку смиренный сердцем, подражая Господу, кроток и тих, неспорлив и не криклив. Если случится, то скорее терпит обиду, чем причиняет, принимает удар, но не воздает ударом. 267. О чем ныне поговорить? Поговорю о внешнем образе нашей жизни или жизни по уставу, ибо хотя мы в изгнании, но живем, как в киновии, не один или два, а многие вместе. И хотя довольства киновийного не имеем, но необходимое достаем, хотя с трудом. И не только для себя, но и для других. Ибо непрестанно заходят к нам братья и отцы, а также странники и бедные, всех принять и удовлетворить, немалого труда требует духа и немалого труда, почему эконому надлежит быть рассудительным и бдительным, как представнику Божию. Но это ни к чему не послужит, если эконом не будет иметь согласного с ним и подобного ему бдительного подэконома. Но и подэконом также ни в чем не успеет, если не будет иметь киларя во всем ему последующего. Но и киларя дело не будет идти, как бы желалось, если не будет иметь хорошего помощника в поваре. Но и у повара, а за ним и прочих, за сими прочими, у всех остальных дело не будет спориться, если каждый из них не будет иметь в других сотрудников себе. Как в одном теле много членов, все же члены пекутся друг о друге, так что если страждет один член, с ним стражат все члены, если славится один член, с ним радуются все члены, так и в братстве, если не будет соблюдать все такой же порядок, то в нем не будет общежития, не будет мира единомыслия, но будут партии, разделения и разложения. Если же это так есть, то как смеет кто делать что-либо по своему частному желанию, или когда уже ободнялось, заниматься своим частным делом или рукоделием, а не выходить на общее и общеполезное дело. Или как смеет кто за вомой на какое-либо дело отказываться и не подчиняться имеющим власть над ним. Такой уже не послушник, а ослушник, не брат, а чужой. Но если так и бывало, вперед остерегайтесь этого, что у попавшемуся в такой вине не пришлось нести положенной забесчиние эпитемии. Не слышите разве, что повелевает апостол. Бывайте друг другу добры, милосердны, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вам. Будем же и мы таковыми друг ко другу, друг друга тяготы нося, и так исполняя закон Христов, как написано. «Просил я вас прежде и теперь прошу, не дадим себе изнемогать под тяжестью помыслов, но с радостью Духа Святого будем совершать предлежащий нам подвиг борения, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса, который дает молитву молящемуся и победу желающему победить. Не помните ли, как недавно вдруг поднялась непогода, а потом тотчас опять воздух очистился, так бывает и с помыслами, немного потревожат, а потом опять отходят. О, когда бы они совсем не беспокоили нас, и почему бы нам не иметь всегда мира в душах своих? Но это невозможно, потому что мы превратны, и даже одного дня не пребываем одинаковыми, тем более нельзя этому быть всегда. Но ты посмотри мне, какая упорная злоба у дьявола, что и отгоняем и опять пристает, и будучи тьма в ангела света преобразуется, покушаясь взять нас обманом. Но да отступит от нас змей, и да гологолем всегда, не отречемся от тебя, Христе, и не сделаем ложным исповедание своего. Или не знаете, из какого состояния в какое перешли мы? Не из невидного ли в видное? Не из невежества ли в знание? Не из бесчести или в честь. И слово у нас есть, и знание, и хвала, и вы, сыны, как воистину честные, обличенные в злато, по златому вашему послушанию. Чего же еще не достает? Терпение. Терпением, говорит апостол, имеют по требу до воли Божией сотворше, примите обетование. Какое же это обетование? Сам Господь сказал, иду приготовить место вам, и когда приготовлю место вам, снова приду и возьму вас к себе. Да где я, там и вы будете. А где, куда я иду, вы знаете, и пусть знаете. И радости вашей никто не отнимет от вас. Помышляя об этом, и имеющие открыться во святых славу неизреченную и недомыслимою, прозревая, будем все переносить великодушно. Придется ли голодать? Будем голодать. Придется вдоль всего иметь? Будем довольствовать себя. Умирать ли будем? Необходимо умрем, чтобы жизнь вечную наследовать во Христе Иисусе Господе нашим. 268. Наступающие дни Масленицы обыкновенно считаются у людей какими-то праздничными по причине бывающих тут перов и гуляний, не разумея, что дни эти через воздержание от мясоясти возвещают об общем воздержании, а не о пресыщении и пьянстве. Ибо это принадлежность еленского празднества. Христианам же хотя всего можно употреблять вдоволь, но попечения плоти никак не творить в похоти, как учит апостол. Зло, однако, ж перешедшее в житейский закон, ведет мир куда хочет. Мы же будем избегать невоздержания даже и в том, употребление чего разрешено нам, зная, что невоздержание есть мать греха. Так право, отец наш Адам, пока воздерживался от вкушения того, что было запрещено в раю, радовался и веселился, и сволняясь божественными озарениями и наитиями. Когда же нарушил воздержание и вкусил от древа прислушание, тотчас изгнан был из рая сладости, и соделалось для него невоздержание родительницы и смерти. Так садомиты от пресыщения хлебами, неистовствуя с равными страстями, навлекли на себя гнев Божий и поглощенный огнем и жупелом. Так и Сав ненавистный, жадный, увлеченный очами за одно яство отдал первородство свое. Так и народ Божий все ли люди есть и пить и стали играть. То же деятся и настоящие дни, пиры и пьянства, вопли и демонские пляски не только днем, но и до поздней ночи. Так зло не воздержание, через него и смерть вошла в мир. Мы же благодарить должны Бога, что Он избавил нас от таких суетностей и ввел в жизнь блаженную. Где не и воздержание, а умеренность, не пьянство о трезвенность, не буйство о мир, не шумность о безмолвии, не срамословие о благодарении, не непотребство о чистотах, святыни и целомудрия. Из этой-то жизни воссияли все божественные отцы наши, которые с Божьей помощью попрали страсти, прогнали демонов, сделали сравноангельными, содевали чудеса, улучшили славу небесную, стали предметом удивления в мире, из которых одним был и блаженный Антоний, которого жизнь считали мы ныне и видели, как Бог прославил его в поднебесной, так, что цари земные за великой почитали писать к нему и от него написанное прочитать слово. Этих блаженной жизнью проходим и мы смиренные, а что и делом соревнуем ей, о том свидетельствует совершенство наших монахов, отречение от мира, отчуждение от родины, от рода своего и всех знаемых, покорность, послушание, это предлежащее нам исповедание, за которое и в гонении состоим. Будем же радоваться и сорадоваться друг другу, что Бог даровал нам все такое, и что мы проводим жизнь духовную, в которой, если хотим, можно нам праздновать каждый день и радоваться радости неувидаемую. Почему, прошу, еще крепче возьмемся за подвиг наш и предстоящее нам исповедание, и Божий слух прошел, что державный рассматривает дело наше, и как бы скоро не явился и посол царский, но не убоимся ходящих речей, если Бог за нас, то кто против нас, если Он помог нам в предыдущих обстоятельствах, то поможет, конечно, и вперед, только будем стоять мужественно, только себе да внемлем, и Он даст нам силу во всем благоугодно Ему пожить до конца и улучить царство небесное. 269. Ныне предлежало бы нам беседовать о воздержании, так как при дверях святая Четыридесятница, но распространяющиеся везде слухи не дают нам это сделать, и на другое переносят и мысль нашу, и слово. Я уже прежде сказал вам, что державный рассматривает дело наше, и ныне, как говорят, угрожает угрозами через некомедийского, на который, если мы ответим боголепно, он этого не снесет и поспешит сделать, что задумал. На этого нечего сказать, но приготовься к новому гонению в уверенности, что где умножается страдание, там умножается и утешение Святого Духа, как говорит апостол, потому что избыточествует страданиями Христовыми в нас, так Христос избыточествует и утешением наш. «Если скорбим, то для вашего утешения и спасения действующими в терпении перенесении тех же страданий, какими и мы страдаем. И упование наше известно о вас, если утешаемся о вашем утешении и спасении, зная, что являемся общниками вы страданий наших, так же и надежды нашей». 2 Коринфянам 1.5 В этих словах апостол показал нам, что мы взаимно друг с другом общими страданиями и утешениями, как сущие одно тело и один дух, как и призваны в одном уповании звания нашего. Не пойдем же духом и не возмолодушествуем, но решимся крепко стоять за дело Божие все вместе, как добрые воины Христовы, нося оружия свои, не плотские, но сильные Богом на разорение твердынь, то есть рассудительность, мужество, целомудрие, правду, и тем исполняя сказанное Господом, когда гонят вас в одном городе, бегите в другой, и туда отходя не будем заботиться, что есть или пить, или во что одеться, ибо Он Сам сказал, не оставлю тебя и не покину. Так что Он и нам отворит двери милости, и во всем помощником нам будет. Как же нам не радоваться, имея такие обетования, как не веселиться, что состоим учениками Господа. Так гнали святых апостолов, которым говорил Господь блаженны, вы, когда будут поносить вас, и изгонят, и скажут всякий злой глагол на выл, жущий меня ради, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, и так настоящее радостно и обвеселительно, ибо доставляет нам радость не из глагола, но и жизнь вечную, и царствие нескончаемое. На путь к язычникам не ходите, и в оград самарийский не входите. Нам это надо понимать в отношении к еретикам. Итак, не войдем в церкви их, не в жилище их, но где будет сын мира, семя благочестивая, там и пристанем, там и пищу принимать будем, как и в предыдущие годы. Будем беречься от притворяющихся, держащими истину, не суть таковы, а заблуждаются прельщающие и прельщаемые, которых суд праведен. Будем хранить веру неуклонной и жизнь непорочную, не умоляя и не оскорбляя одной и другой, но в той и другой пребывая целыми и совершенными. Предмет приближащего исповедания есть догмат о воплощении Господа нашего Иисуса Христа. Кто не исповедует, что Господа нашего Иисуса Христа можно изображать живописью, тот не исповедует, что он был видим во плоти, ибо быть видимым во плоти и быть предметом, доступным для иконного изображения, есть одно и то же. Далее, кто не поклоняется святой иконе Господа, тот не поклоняется и самому Господу, ибо для того, что изображено на иконе, есть первообраз, и смотрящий на икону видит перед собой первообраз. Почему почитание или не почитание иконного изображения, поклонение или не поклонение образу падает на первообраз? Если икона изображен Господь, на Господа, таким образом, кто чтит икону Господа и поклоняется образу Его, тот Господа чтит и Ему поклоняется, а кто не чтит этой иконы и не поклоняется не кланяется образу, тот Господа не чтит и не поклоняется Ему. Иконоборцы хотя и говорят, что поклоняются Господу, но лгут. К ним можно отнести слова Писания. Исповедуют, что знают Бога, а делами же отвергаются Его. Мы же поклоняемся Христу и иконе Его, поклоняемся Богородице и иконе Ее, святым и иконам их. И это есть апостольское учение, которое приняли мы от святых отцов наших. Этот-то залог веры предлагаю я вам, чадо и братья, через Духа Святого, живущего в нас, сохранить целым и неповрежденным. Молитесь же о нас, смиренных, да даст нам Господь слово во отверзение уст наших, с дерзновением сказать истину, чтобы не посрамить упование нашего. И вместе с вами безукоризненно совершить предлежащий нам подвиг, и всем нам улучить Царствие Небесное. 207, страница 526, четвертый том добротолюбия, святого Федора Студита, наставления монахам. Часто ублажаю жизнь вашу, но делаю это не из лести, а поистине. Жаление о живущих по-мерзки выразить желая, а вас сделать еще более ревностными, ввиду имея. Что там ныне деятся, вы и сами знаете. Пиры и пьянства, песни и пляски, и все другие такие изобретения вражьего в мире действия, которых в суд праведен, как написано. Наше же жительство не таково. День и ночь хвалим мы Господа по преданному нам от святых отцов законоположению. Псалмопение следует у нас за псалмопением, чтение за чтением, молитва за молитвою. Затем в мыслях, в бдении над помыслами, сердце поучения в божественных словесах, также безмолвие боговременное, беседа приличная. Еще друг другу служение. Все у нас весом и мерой узаконяется, хотя в праздник обычно некое предлагается утешение. И вот послушай, что говорит Господь к Иуде. Что делаешь, делай скорее. И никто не понял из возвежавших, о чем он сказал ему. Некоторые же подумали, что так как он имел ящик с деньгами, то он сказал, сказал Иисус Иуде, купи, что требуется на праздник, или нищим додаст нечто. Видишь, что у них и о празднике, и о нищих была забота. Что и мы, смиренные, как видите, стараемся исполнять. Но благословен Бог, сподобивший нас приобщиться такой жизни, не от дел праведных, которые сотворили бы мы, ибо мы ничего доброго не сотворили на земле, но по своей милости призвал он нас к ней. Почему каждый из нас сокрушенным сердцем должен всегда говорить, что есть я, Господь, Господи, и что дома отца моего, что ты так возлюбил меня. И наше дело таково, в мире же редко найдешь ты что такое. Ибо там за ночью день следует в заботах и делах века сего, самооборщении богатством и в других хлопотах. Так что человеку издохнуть некогда, то сговариваются один с другим, то сталкиваются неприязненно. Клятва и ложь, убийство и воровство, любодеяние разлилось по земле, говоря пророческим словом Осия 4.2. И многое другое, что и пересказать нелегко. Что все приведший на память блаженный Златоуст сказал, что едва ли какая-нибудь частичка спасется из мира. Слово страшное, однако ж истинное.